Памятные мероприятия в поселке Развилка, посвященные Дню воинов-интернационалистов, начались у колледжа Московия. Ранее это была школа, в которой учился Сергей Соломатин. Соломатин Сергей – это бывший ученик этой школы, который погиб при выполнении воинского долга в Инновогранистане. Учился именно здесь, после окончания школы, пошел на службу, поступил на службу и участвовал в боевых действиях в Инновогранистане. И героический погиб, и из этого получил уже посмертный орден Красной Звезды. К мемориальной доске воина-интернационалиста Сергея Соломатина, учащиеся Развилковской школы, возложили цветы и почтили память минуты молчания. Вспоминания о войне, о войнах локальных. И очень важно находиться на таких мероприятиях, если ты живешь в этой стране. Ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов отметил, что подрастающее поколение с каждым годом все больше интересуется историей локальных войн. Молодые совсем ребята, они, так сказать, воевали, чтобы сохранить нашу родину, границы наши и целостность нашего государства. Продолжилась патриотическая акция у памятника защитникам Отечества. Стоит отметить, что ребята из Развилковской школы – активные участники юнармии. Никита Бузук и Андрей Пирогов уже более пяти лет состоят в военно-патриотическом движении. Воспитывают привязанность к своей стране, в которой мы растем. Это наше будущее поколение, это мы. Мы должны за ее защищать и знать нашу историю. У нас есть план патриотической работы в школе, он обязателен. Мы проводим встречи с интересными людьми, с ветеранами. Это обязательно памятные даты, военные. То есть, да, у нас школьники часто, в принципе, участники подобных мероприятий. После возложения цветов в актовом зале Развилковской школы состоялся урок мужества с участием ветеранов боевых действий в Афганистане и службы внешней разведки. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!